Мутрое правило. Абхазская народная сказка. Какой-то бедняк после долгих мыторств нанялся к одному мудрецу за 100 рублей в год. Когда наступил срок расчёта, хозяин позвал его и сказал, «Конечно, я могу и сейчас с тобой расплатиться, но подумай, что тебе выгоднее, получить 100 рублей или поучиться уму-разуму». Бедняк не знал, на чём остановиться, и решил, «100 рублей мне ненадолго хватит, а если прибавится ума, это будет куда лучше. Ум человеку во всём помощь». И он сказал хозяину, «Научи меня уму-разуму». «Ладно», — ответил тот, «слушай и запоминай. Никогда не бери того, что не заработано твоим трудом, пока тебе не разрешат этого. К примеру, увидишь сад, в котором деревья гнутся под тяжестью плодов, и ветви перевешиваются через забор, не тронь ничего». Выслушав это поучение, бедняк пошёл во свояси. Шёл он, шёл и видит, лежит на берегу реки яблоко. Он поднял его, откусил и проглотил кусочек. Тут он вспомнил завет своего бывшего хозяина, но было уже поздно. Зажав в руке надкушенное яблоко, он пошёл вверх по течению и дошёл до сада, где отягощённые плодами ветви яблонь свешивались над водою. Отыскав хозяина, он показал надкушенное яблоко и рассказал, что самовольно его попробовал. «Пока ты не скажешь мне, ешь на здоровье, я не уйду», – закончил он. «Что ты тут шатаешься и никого не спрашивая, жрёшь всё, что тебе попадётся?» – рассердился хозяин. «Убирайся». Бедняк ушёл на задворки, а вечером, когда хозяин собирался лечь спать, он снова явился к нему и предложил работать на него целый год за то, чтобы к концу года тот ему сказал, «Съел моё яблоко? Хорошо, на здоровье». Хозяин согласился. И вот бедняк стал работать у него батраком. Прошёл год. Бедняк пришёл за расчётом. Тут хозяин сказал ему, «Ты мне должен оказать ещё одну услугу. У меня есть дочь, женись на ней». Но предупреждаю, она крива на один глаз, одна нога у неё короче другой. Бедняк согласился и на это. «Но ты вези её в закрытой корзине!» – прибавил хозяин. «Раскроешь корзину только тогда, когда приедешь домой». Привели лошадь, навьючили корзину с невестой. Тогда лишь хозяин сказал батраку, «Пусть пойдёт тебе на здоровье кусочек яблока, который ты съел год тому назад». К вечеру батрак добрался домой. Корзину с невестой он оставил во дворе, а сам пошёл к родным. Те обрадовались его возвращению и стали спрашивать, чем он обзавёлся за это время. Он отвечал уклончиво и только сказал, что женился, но жена его чуть-чуть косит и немного хромает. Пусть знают заранее, меньше будут ахать и сплетничать. Вернувшись домой, он увидел на пороге писаную красавицу. «Ты кто такая?» – спросил он. «Твоя невеста, ты меня привёз». «Как же так? Отец твой говорил мне, что ты кривая и хромая!» Красавица рассмеялась. «Ты очень понравился моему отцу, и он захотел, чтобы ты стал его зятем, но всё же решил испытать тебя. А понравился ты ему потому, что на него похож. Он так же, как и ты, чужого не берёт». «Говоря, что один мой глаз не видит, он подразумевал, что я не стану заглядываться на чужих мужчин, а буду смотреть только на своего мужа. А всякая хромоножка – домоседка, так как ей трудно бегать по соседям и разводить сплетни». Новобрачные зажили в мире и ладу. Родился у них сын. Когда он подрос, родители решили отправить его учиться. «Ты договорись с учителем», – сказала жена мужу. «Скажи, что отдаёшь в учение нашего мальчика только на день, а оплату вносишь за целый год. Но это в том случае, если он выучит нашего сына в течение одного дня». Отец отвёл сына к учителю. Тот занимался с мальчиком целый день. К вечеру мальчик вернулся домой, мать сей чажи спросила его. «Всё усвоил?» «Всё знаю», – гордо ответил мальчик. «Но только одно слово забыл по дороге». «В этом виноват твой отец», – вздохнула мать. Он пытался съесть то, что давалось ему в руки без труда.